Сегодня об этом я хотел бы с вами поговорить, напомнить нам, какой он Кур'ан, какой он великий, какой великий Кур'ан, какое великое слово Аллаха Субхану Ва Та'але. Аллах Субхану Ва Та'але в Кур'ане говорит, Кур'ан лучше всего того, чего вы можете вместе собрать. Богатство, семья, все, что ты можешь из этой дуни взять, есть лучше этого, то что Кур'ан, говорит Субхану Ва Та'але, это великая милость для нас с вами, Кур'ан. Поэтому, как имам Шафи Арахмулла сказал, Аллах Субхану Ва Та'але не просто так нам приказал и оставил, идите, поклоняйтесь, как хотите, нет, он нас поддержал своим словом, не спослал Кур'ан. Каждому пророку Аллах Субхану Ва Та'але направлял какие-то, давал какие-то чудеса для того, чтобы народ, которому приходил пророк, поверил в него, какие-то чудеса. Например, Мусс, алейсалям, вы знаете, в его время очень сильно было распространено сихр, колдовство. Мусс, алейсалям, дал ему такую силу, такие чудеса, которые превыше любого колдовства. Когда он кидал свой посох, свою палку, она превращалась в настоящую змею. Когда поднимал руку, Мусс, алейсалям, сам был темнокожим, его рука светилась, то есть была светлой. Тогда говорили сахара, говорили, колдуны, это не колдовство, это чудо свыше от Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'але. Иса, алейсалям, во время Иса, алейсалям, это шратыб. Была очень распространена медицина, она в высшем уровне была. Но Иса, алейсалям, лечила болезни кожи. Иса, алейсалям, восстанавливал тем людям зрение, которые рождались незрячими. То есть, если человек при жизни потерял зрение, через сотни операций, может быть, можно ему чуть-чуть восстановить зрение. И это не факт. Но если человек родился незрячим, никто не может дать зрение, помимо Аллаха Субхану Ва Та'але. Поэтому Иса, алейсалям, акмах. Есть разница между акмах и амах. Амах – это тот, кто при жизни потерял зрение. Акмах – кто родился незрячим. Иса, алейсалям, давал зрение тем людям, которые рождались незрячими. Откуда? От Аллаха Субхану Ва Та'але, с помощью Аллаха. Иса, алейсалям, также оживал мертвого с помощью Аллаха Субхану Ва Та'але. Тогда медики говорили, это не медицина, это силы свыше, это чудо от Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'але. Пророку Мухаммаду, саллаху алейсалям, Аллах Субхану Ва Та'але дал аят мутанавиат. Аллах Субхану Ва Та'але дал разные-разные множества знамений. Аллах и рад – ясные, явные знамения. Потому что пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, в отличие от тех пророков, которые были до него, Аллах не послал его для определенного народа. Аллах послал его для всех людей, милостью для миров, послал пророка Мухаммада, саллаху алейсалям. Поэтому Аллах Субхану Ва Та'але давал такие чудеса пророка, саллаху алейсалям, атыбб, то есть в его время была тоже медицина, сихр, колдовство, хавариқ и л'адад. Хавариқ и л'адад, то есть какие-то чудеса человек мог делать, то есть Аллах давал ему то, что не присуще, так скажем, обычному человеку. Аль-фалек, то есть также изучали астрономию, аль-хандаса, инженерию, аль-балага, ау-биль-ильм. То есть также были красноречивые арабы, красноречие было очень сильно развито во время пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, и разные знания. Аллах послал пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, ко всем людям и дал ему разного характера знамения. Что касательно медицины, какое знамение было у пророка Мухаммада, саллаху алейсалям? Абдулла ибн Атик, ақбалай илэн-наби, саллаху алейсалям, фокусиры цақа. Один раз Абдулла ибн Атик пришел к пророку Мухаммаду с сломанной ногой. Он сказал, что посланник Аллаха сказал, сядь и протяни ногу. И он протянул свою ногу. И пророк салаллах положил свою руку на его ногу, сломанную ногу. Протер. И он стал говорить, как будто нога даже не была сломанной. Встал, прыгнул и пошел. Это что касательно медицины. Пошел он дальше. Также Джей Иляхи салаллаху алейхусалам Би Аби Катада. Сахабы Абу Катада, Рад Аллаху Аньху, привели его к посланнику Аллаха салаллаху алейхусалям. Во время битвы ему попала стрела, Абу Катада, и его глаз вышел, и он уже висел. И тогда Арадя Сахаба Аняктауга, Сахабы, Рад Аллаху Алейхум, хотели отрезать ему глаз. Все, он бы остался без глаза. Пророк, салаллаху алейху салам, сказал, ставьте его. Взял его глаз, вернул его на то место, на котором он был, попросил за него дуа, и все, как будто глаз целый. Сахабы сказали, мы были рядом с ним, мы даже не поняли, какой его из глазов был поврежден. Это что касательно медицины пророка, салаллаху алейху салам. Хатта я аляму, ана хадо лейса минху, бель миналлахи ли я аляму, анаху набию мурсал. Для чего Аллах давал такие чудеса? Чтобы люди знали, это не от него, не от пророка, это от Аллаха, чтобы подтвердили, что он истинный посланник, посланный Всевышним Аллахом. Те чудеса, которые не присущи обычному человеку, Аллах давал такие чудеса, поэтому его некоторые называли, то, что он сахир, то, что он колдун. Когда была битва Худайбия, принесли пророку Мухаммаду, салаллаху алейху салам, посуду, и там было очень мало воды. То есть маленькая посуда, там было чуть-чуть воды, и для лагеря мусульман не было другой воды, для питья и для того, чтобы брать омовение. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху салам, положил свои пальцы в эту посуду, и из его пальцев пошли ручейки. Много родника пошел из пальцев пророка Мухаммада, салаллаху алейху салам, хадис в Сахайфе, в Бухаре. Джабир, рада Аллаху алейху, сказал сахаба, Джабир, рада Аллаху алейху, говорит, говорит, ни одного не осталось в нашем лагере, чтобы он не взял бы эту воду из пальцев пророка Мухаммада, салаллаху алейху салам, из этого ручейка, каждый взял омовение, каждый напился, еще оставил себе воды. Джабир, рада Аллаху алейху, передает это. Спросили сахаба, сколько вас было, человек? Сказал, у нас было 1400 мужчин. Клянусь Аллахом, если было бы на 100 тысяч, это бы тоже нам хватило. Вот это из чудес пророка Мухаммада, салаллаху алейху салам. Поэтому ученый, шейх ла-ислам, в книге Джабир, сказал, у пророка, салаллаху алейху салам, было более тысячи чудес, которые Аллах послал ему. У аль-му'адзида, уважаемые братья, самое главное чудо, которое Аллах не спасал, пророка, салаллаху алейху салам, ясное знамение, которое до сегодняшнего дня среди нас, это великая книга Кур'ан. Самое великое знамение, самое великое чудо, это Кур'ан. Всевышний Аллах, субхан Алейху, сказал в Кур'ане, Всевышний Аллах сказал в Кур'ане, сказали те, кто были неверующие, если бы Аллах послал вместе с ним, с пророком Мухаммадом, салаллаху алейху салам, знамение от себя. Всевышний Аллах говорит, отвечает в поддержку пророка Мухаммада, салаллаху алейху салам, говорит, скажи, поистине знамение у Аллаха, скажи, я лишь всего лишь увечевятель, приостерегающий вас от наказания. И потом Аллах, субхан Алейху, говорит, и удивляется, То, что мы тебе, Мухаммад, не споставили книгу, Кур'ан, который читаешь ты им, неужели этого Кур'ана им недостаточно, чтобы была великая муаджиза, была великая чудом, чтобы они поверили в тебя, пошли за тобой, приняли ислам. Неужели им недостаточно этой великой книги, чтобы они поверили в то, что ты посланник Аллаха? Посредством Кур'ана, уважаемые братья, Аллах бросил вызов народам. Аллах, субхан Алейху, бросил вызов. Аллах бросил вызов поэтам, крестноречивым людям. Аллах, субхан Алейху, в Кур'ане сказал, когда курайшиты сказали, обвинили пророка и сказали, поистине его обучает человек. То есть, откуда он берет информацию Кур'ана? Какой-то человек его обучает. Всичко Аллах, субхан Алейху, говорит, хорошо, вы говорите, что его обучает человек, тогда тоже придумайте подобную Кур'ану. Если вы же люди, то же вы люди придумайте. Вы же красноречивые, вы же поэты. Не смогли они придумать. Потом Аллах, субхан Алейху, сделал им облегчение. Аллах, субхан Алейху, говорит, хорошо, не можете придумать подобную Кур'ану, придумайте хотя бы 10 сур. 10 сур, маленькие суры. То есть, не длинные суры, как Бакара, как Али Амран, маленькие суры, как Инна Атана Калька Усара, Куль Ху Аллаху Ахат и так далее. То есть, как будто Аллах, субхан Алейху, говорит, в Кур'ане 114 сур, 114 сур не нужно придумывать. Всего лишь 10 сур придумать. 104 оставьте. Не смогли, никто не смог придумать подобную Кур'ану. Потом Аллах, субхан Алейху, бросил им вызов. Это самый великий вызов, который не было на протяжении истории. Говорит, хорошо, одну сур придумайте. То есть, придумайте, как Куль Ху Аллаху Ахат, например. Придумайте, как Инна Атана Калька Усара, Валь Аср. До сегодняшнего дня, уважаемые братья, никто подобную Кур'ану ничего не смог придумать. При этом, будучи великими поэтами, даже одни для суры, в Кур'ане есть ащу'ара, поэты. И сейчас мы узнаем, какие они были, великие поэты. Не смогли придумать подобное Кур'ана. Были такие... То есть, старались, пробовали придумать подобное Кур'ану, но их вот этот Кур'ан, который они хотели придумать, подобное Кур'ану, очень смешной был. То есть, они не смогли придумать подобное Кур'ану. То есть, сахабы, когда читали арабы, даже не мусульмане читали, знали, что это ложь. Например, был такой мусейлеме кадзаб, знаете, лжепророк. Джалисаме Амр ибн Аас. Вместе он был с Амр ибн Аасом, великим сахабом, но в тот момент Амр ибн Аас не был мусульманным. Чтобы вы знали, братья мои, Амр ибн Аас, великий сахаба, перед смертью, когда он умирал, он такой дуа сделал, говорит, О, Аллах, поистине я нечистый, то есть я с грехами прошу у тебя прощения перед смертью, сахаба. И я не силен, прошу у тебя помощи. Однако нету никакой силы и мощи ни у кого, кроме как у тебя. То есть, несмотря на то, что великие сахабы, у них были великие деяния, у них не было таких грехов, как у нас, несмотря на это, он говорит, я нечист, прости меня перед смертью. Я не силен, помоги мне. И нету сил и мощи ни у кого, кроме как у тебя. В тот момент, во время Мусейлема Казаба, он еще не был мусульманином, и Мусейлема сказал, Ямр, что последний Аллах не спасал из Кур'ана пророку, который находится в Хиджазе. То есть, знаете, Мекка, Медина, эта территория называлась Хиджаз. Если брать на сегодняшний день Эр-Риад, столица Сауд-Скарави, Ямана, то есть вот эти места, это все называлось Наджд. Пророк, саллаху ассалям, был в Хиджазе, был в Медине, в Мекке, в Медине. Мусейлема что думал? Почему он себя объявил пророком? Он думал, что, ага, на территории Хиджаза пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям. А на территории Наджда я пророк, сам себя объявил пророком. Написал в своем письме Письмо от Мусейлема, посланника Аллаха, к Мухаммаду, посланнику Аллаха, саллаху алейхи салям. И написал, пишет письмо, Он говорит, поистине Аллах меня избрал пророком, подобно тебя, как тебя избрал пророком. Если ты прочитаешь мое письмо, раздели между нами территорию на две части. То есть тебе Хиджаз, мне Наджд. Пророк саллаху алейхи салям, когда прочитал, фата'аджаба минжур, это ильмажнун. Пророк саллаху алейхи салям прочитал и удивился от этого сумасшедшего человека. И что? Иклебу л-китаб. Сахам сказал, переверните. То есть переверните листок. То есть как бы саллаху алейхи салям сказал, этот человек, то есть этот сумасшедший, говорит, даже не стоит того, чтобы ради него мы новую бумажку брали и портили, чтобы что-то писать. Переверни, я с задней стороны ему напишу ответ, сказал пророк Мухаммад саллаху алейхи салям. Сахабы сказали, что написать у посланника Аллаха? Смотрите, пророк Мухаммад саллаху алейхи салям, что сказал. Ук-тубу. Аят Кур'ана. То есть пророк саллаху алейхи салям от себя чего-то не писал, напиши ему и отправь. Поистине земля принадлежит Аллаху, и кого пожелает, он делает наемниками этой земли, и награда ждет богобоязненных. Отправьте ему. То есть такой был пророк саллаху алейхи салям ответ. Вот это Мусейлем, кذاб, обратился к Амру Мняасу, в тот момент, когда Амру был нищим, не мусульманином. «Я Амру, ма ахру, ма анзеля аля Набиа Хижаза». О, Амру, что последнее Аллах не спослал пророку Хижаза? Кал, сурату л-Кауثر. Амру говорит, сурату л-Кауثر. Кал, Мусейлема, «Во ма хия?» Тогда Мусейлема хитрый, хотел послушать. Какая сурата? Что за кауثر? Факал, «Якулюн, аннаху анзеля илэйхи, инна аа'тайна кал-кауثر, фасалли л-раббика, ванхар, инна шаньяка, хуалабтар». Он говорит, я слышал, что ему не способна инна аа'тайна кал-кауثر. То есть великая сура, которая, то есть целая одна лекция, часами мы можем об этой суре говорить, маленькой сура. Кауثر, мы тебе дали кауثر. Некоторые муфасиры говорят, это река в раю. Некоторые говорят, кауثر, а слово кафир, много тебе благ дали. Он, о, Мухаммад, салам, читай ради Аллаха, закалывай ради Аллаха жертву и так далее. То есть великая сура. Мусейлим обращается к Амру и говорит, 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 Амр, а ты разве не слышал, что Аллах мне тоже подобная сура, только кауثر не спослал недавно? Тогда Мусейлим, говорит, говорит, удивляется, говорит, что Аллах тебе не спослал? Он говорит, мне Аллах не спослал сура, которая называется яблоко. Амр говорит, что же сура Туфах? Говорит, читает суру Туфах, которую придумал тут. Мы тебе дали яблоко, ради Аллаха молись и отдыхай, и много не кричи. Братья мои, Амр, умный человек. То есть ты что над моим аклом, над моим разумом играешь тут, меня тут, обманываешь меня тут, что ты мне... Смотрите, как ему ответил. Амр, я Мусейлим. Когда послушал суру Туфаха, говорит, О Мусейлим. Говорит, Амр, да, я тебя слушаю внимательно. Говорит, Клянусь Аллахом, ты знаешь то, что я знаю, то, что ты врун. То есть он не просто сказал, ты врешь. Хотя это Амр нафрул, то есть он должен был так сказать, как ему сказали, то есть клянусь Аллахом, ты знаешь то, что я знаю, то, что ты лжешь, врешь. Поэтому, Аль-Аджи, поэтому, уважаемые братья, если посмотреть, даже удивительно, если Кур'ан, который Мусейлим написал, придумал, все было связано с едой. Все было связано с едой. Например, у него были суры, у нас есть, у него есть, то есть он клянусь, говорит, теми, которые печатают хлеб, теми, кто делают тесто, и так далее. Все связано с едой, с питьем, и так далее. Поэтому, Аль-Кур'ан, уважаемые братья, он зилет на колбас, Каню яхтамуна билбалага. Кур'ан неспослан, то есть они даже неверующие, поняли, что он врун, обманщик. Почему? Потому что Кур'ан был неспослан в тот момент, когда люди очень сильно, глубоко знали красноречие, литературу. То есть очень великие поэты были. Даже были такие рынки, в Мекке, то есть собирались на рынках и проводили фестивали, ради чего? Ради того, чтобы кто лучше знает красноречие арабского языка. Арабский язык, знаете, сколько же слов? Сколько в русском языке слов? 300-400 тысяч. В английском сколько? 400 тысяч. А в французский? Так, арабский? 12 миллионов слов. 12 миллионов слов арабский язык. У одного слова есть там сотни значений или у одного вещи есть там сотни наименований. И эти люди, которые хорошо, глубоко знали арабский язык, красноречие этого арабского языка, собирались, даже с сегодняшнего дня в Дубае есть такая передача была «Ащары миллион». Каждый год разыграем миллион дирхамов, кто лучше придумает кассиду, поэму какую-то, какое-то стихотворение. Когда правители, шейхи, короли возвращаются, например, лечились за границей, месяц-два их не было в стране. У них все есть. Из-за этой дуне они их встречали с самыми лучшими стихами. Это для них как бальзам для сердца. То есть они очень любят поэму, вот эти стихи. Красноречивый народ. И собирались на рынке, рынок Виль-Меджаз, Меджанна, Аль-Укав, на таких рынках Мекки. Некоторые собирались ради того, чтобы соревноваться, кто лучше придумает поэму, у кого красноречивый стих, кто лучше знает арабский язык. Даже не продавали, что-то не покупали, только для этого освобождали места, проводили такие фестивали. Чтобы мы с вами поняли, какие они были красноречивые и какой великий Кур'ан. Один раз Хасан ибн Сабит пришел на рынок, на фестиваль, и хотел, придумал, сочинил большую поэму, длинную. В этой поэме, то есть он хотел себя похвалить, свой народ, свой тейп, своих родственников, то есть такая вот. И среди него собрались великие поэты, красноречивые люди, то есть умные такие. И написал поэму, то есть смотрите, длинная она, но первый столбик, что он написал. Ля нальджафанатул бигзу яльма'на фиддуха, у асьяфуна яктурна миннадждатит дама. То есть только начал, тем самым хочет, воспалить, какой он мужественный народ, какой его народ мужественный. среди этих поэтов, говорят, у нас есть джафанат. Джафанат – это посуды или кастрюли, куда кладут еду, мясо и варят, готовят. Альбив – белые, чистые, яльма'на фиддуха, которые блестят по утрам. То есть так вот. У асьяфуна яктурна миннадждатит дама. А наши мечи, от них капают капли крови славы. Только он начал первое предложение, первый куплет, встала женщина ханса. Сказала, киф, все, хватит, остановись. То есть у нее длинная поэма, она его тут же останавливает. Киф. Кальмавара, икия хасна. Говорит, почему ты меня останавливаешь, хасна? Калят, индака фибейтика, хада, саба ахта. У тебя в этом одном предложении семь ошибок уже есть. То есть какие они были красноречивые, как знали язык? Кали, кейф, как семь ошибок? То есть только я начал, говорит, еще не продолжил, только начал, уже семь ошибок, все, дальше не надо. Говорит, кали, кейф, калят, ниам, индик сабе ахта, да афат ифтихарак. У тебя семь смысловых ошибок, которые, то есть ты хотел же этой поэмой возвеличить себя и свой народ, но ты наоборот унизил. Говорит, как, где? Первое слово ты сказал джафанат. То есть арабский язык, чтобы понимали, братья мои, кто знает арабский язык, есть джама, то есть множественное число от трех до девяти. И есть множественное число от десяти и выше. Джафанат, это от трех до девяти. То есть может быть пять кастрюль, шесть кастрюль, девять кастрюль. Надо было сказать джифан, джифан от десяти и больше. Зачем ты говоришь? То есть люди поймут, что у вас только всего лишь там пять, шесть кастрюль. Надо джифан, То есть 10 и больше, сотни кастрюли у нас, чтобы показать свою щедрость. Потом говоришь, белые, чистые. Значит, вы в них не готовите, если они чистые. Ты тем хвалишься, что они у вас чистые. Если бы вы были щедрыми, в вашей кастрюле были хумр, то есть были бы красные от мяса, то есть то, что много-много, темные, готовили бы немного и угощали. Блестят. Блестят это сверху блеска, снизу не будет. То есть надо сказать, ящерикна. То есть они светятся. То есть и снутри, и снаружи они светятся. Вот такие наши кастрюли. Абдуха, по утрам. Мы знаем, говорят, арабы, по утрам никто в гости не ходит. Почему они по утрам, говорят? Если бы ты сказал бы, днем на обед приходят люди, на ужин. Если бы ты сказал фигасяк. То есть когда уже наступает ночь, когда уже ужин, люди хотят кушать. Вот тогда ваши кастрюли вот так вот сияют. Много-много кастрюлей. То есть это означает то, что вы много гостей собираете. Асияфуна, наши мечи. Тоже нужно было сказать сиюфана. Асияф тоже от трех до девяти. Значит, мало мечей. Мало у вас тех, кто сражались. Сиюф, то есть сотни мечей. Яктурна капают. Капали, значит, мало крови. Нужно тоже сказать таджри. Текут реки крови. Мин-надждати дама от славы крови. Дам — это единственное число, она будет сказать. Дима — крови. После этого Хассан сказал. Я, говорит, не смогу дальше продолжать. Оставил и не продолжил. Что хотел из этого, уважаемые братья, сказать? В чем нам напоминание этого? То, что Кур'ан был неспослан среди вот такого народа. Каждую ошибку, каждую букву, где-то ты что-то не сказал, они сразу же тебя поправляли. То есть они останавливают, если ты что-то неправильно, даже в маленькой огласовке сделал ошибку, они останавливали, поправляли. Аллах не спасал свое слово, Кур'ан, от которого они удивились, заткнул их Кур'аном и бросил им вызов. Я говорю Аллаху, Субхану Та'á'ну, Кур'ан, Сивишн, Аллаху, Субхану Та'á'ну, касательно Кур'ана, говорит, описывая Кур'ан, Кур'ан не сможет ничто обхватить из-за лжи, ни сзади, ни спереди. То есть ничто туда. То есть тем самым, Субхану Та'á'ну, говорит, ни одну буквку никто не сможет добавить в Кур'ан. Ни одно слово не сможет кто-то исказить. Или какое-то предложение, которое было бы немудрым. Так оно есть. 1400 лет, ни одна буковка не скажена. В России Кур'ан тот же самый, который в Саудасской Аравии, который там в других странах, в Египте, в Америке и так далее. Тот же самый Кур'ан. Мы никогда не услышали с вами версию Кур'ан от Мухаммада. Или Кур'ан от Абу Бакра. Или версия от Умара. Или от Али. Один Кур'ан от Аллаха, Субхану Ва Та'але, который Аллах не спасал линнабиил умми. Тому пророку, Саллаху Алисиану, который не мог читать, не мог писать. И вдруг он читает, вдруг он читает Кур'ан. Ва ле вичтема хукама, ва лбулага, ва лнаш ажмаин. Лям юхаррифу л Кур'ан. Если все-все, не то что те глупцы, которые собрались и сжигают Кур'ан, все разумные люди, знающие люди, красноречивые люди, поэты, соберутся вместе, чтобы исказить Кур'ан, не смогут это сделать. Почему? Потому что Аллах, Субхану Ва Та'але, сказал и поклялся, инна нахну наззанна зикра, ва инна лаху лахафизун. Поистине, мы не спасали Кур'ан, и мы будем его оберегать до судного дня. Кур'ан худжатун азима. Кур'ан — это великий аргумент, уважаемые братья. Хатта я аламун, аннаху дину л хақу варрасуле л хақу. Для чего Аллах не спасал такой великий аргумент? Чтобы люди знали, познали, что ислам — это истина. И то, что пророк Мухаммад, он истинный пророк, посланник от Аллаха, Субхану Ва Та'але. Аллах, Субхану Ва Та'але, обращается в Кур'ане пророку Мухаммаду, Саллаху Алейхи Саляму, и сказал, не подчиняйся обманщикам, житцам, те, кто не верят в Кур'ан, не подчиняйся им. Тогда пророк Саллаху Алейхи Саляму задумался и сказал, как же тогда мне проявлять усердие против них, о, мой Господь, Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'але, проявляй усердие посредство этого Кур'ана великим усердием, говорит Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'але. Поэтому любой человек, когда приходил к пророку Мухаммаду, Саллаху Алейхи Саляму, что-то предлагал, власть, деньги, чтобы он оставил религию, он от себя ничем не отвечал, отвечал Кур'аном. Отвечал Кур'аном. Это иллян-наби, Саллаху Алейхи Саляму, марратан Утабин ибн Раби'а. Один раз пришел к пророку Мухаммаду, Саллаху Алейхи Саляму, Утабин ибн Раби'а, из Курайшитов, который был неверующим. То есть после того, как он собрался своим народом, с Курайшитами, и что начали говорить Мухаммад, то есть разделил нас джамаат. Много людей принимает ислам, нужно его остановить. Собрались они, посоветовались, и послали Утабу к пророку Мухаммаду, Саллаху Алейхи Саляму. Пришел Утаба к посланнику Аллаха, Саллаху Алейхи Саляму, и говорит, Я, Мухаммад, ты разделил нашу джамаат. То есть кто-то принимает ислам, расстается с отцом, с мамой, с супругом и так далее. То есть, Я, Расулу Аллаху, Давай, говорит, как-то решим проблему. Давай как-то этот вопрос решим. То есть ты разделил наш джамаат. Отдалимся от всех проблем и решим этот вопрос. И Утаба, он был, то есть среди них, среди Курайшитов, такой знатный человек, знатный араб, который из положения, как, скажем, Аксакал, которого люди прислушиваются, такой разумный человек. И тогда говорит, Я, Мухаммад, инни аридун алейка умур фақбал ва хидатиминха. Говорит, О, Мухаммад, я хочу тебе предложить четыре вещи взамен, чтобы ты оставил религию. Любую из этих четырех прими. Что ты хочешь, мы тебе дадим. Смотрите на Гилк, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, порог Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, что сказал? Говори, я буду слушать. Утбаб говорит, Мухаммад, если ты пришел, тем, с чем ты пришел, с твоей религией, тем самым хочешь получить богатство, мы соберем тебе деньги, богатство, и ты самый богатый будешь среди нас. Только оставь религию, оставь ислам. Борог Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, сказал, нет. Говорит, если ты пришел, с тем, с чем пришел, хочешь тем самым получить власть, то мы тебя сделаем правителем Мекки. И, клянусь Аллахом, ни один договор мы не подпишем без твоего разрешения. Ни одного шага не сделаем, пока ты не прикажешь нам. Однако оставь религию. Борог Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, сказал, нет. Нет. Третий предлагает ему, говорит, если ты пришел, если ты пришел, завоевать женщин тем самым, то мы тебе сейчас десятки женщин, самые красивые из кураши, так приведем, и тебя женим. Однако оставь религию. То есть, посмотрите, смотрите, какой у него гылка нету, с пророком Мухаммада, ахляка нету. Порок, салаллаху алейхи ва салям, посмотрел, говорит, нет. Нет. Четвертое. Говорит, хорошо, если ты этого не хочешь, мы тебе предлагали, деньги не хочешь, предлагали власть не хочешь, женщине не хочешь, если ты вдруг пришел, то, с чем ты пришел, потому что ты стал сумасшедшим, потерял разум, то смотрите, какой нету ахляка, нету сгылка, с человеком, который может быть уже за 40, за 50 лет. Ему это говорит в лицо. Тогда мы для тебя соберем лучших врачей. Говорит, может быть, в тебе есть джин, так ему говорят. То есть джин на тебя оказал давление, и ты поэтому И не ты это призываешь к этому, а джин твой, который в тебя призывает к этому. Посланник Аллаху алейхи ва салям, ахляк, адап, нравственность, пророку саллаху алейхи ва салям, Аллах субханалу говорит, во инна каля аля хулукин азим, поясни твой нрав, великий я, Расул Аллах. Пророк саллаху алейхи ва салям говорит, афарахты, ябал валид, ты закончил, закончил, абал валид. Зайли кайя кул, кали наам гварда. То есть этот человек ему говорит, если ты сумасшедший, хочешь женщин, то есть мы тебе дадим. Осмотрите адап, нравственность, постанник Аллаху саллаху алейхи ва салям, афарахты, ябал валид, закончил, ты ябал валид. То есть он не начал его обзывать, что-то говорить. Все, закончил? Да, закончил. Каль, фасмаў менни. Теперь слушай меня. Хорошо, что выбрал пророк саллаху алейхи ва салям для ответа на такие вопросы, на такие предложения, в котором он не проявил ахляк, постанник Аллаху алейхи ва салям? для ответа выбрал только Кур'ан. Ничего не добавил от себя и ничего не убавил, уважаемые братья. Ответил ему аятом. Абул Валид вот так сел задом руками, опираясь на землю. И Пророк саламу обращается на предложение его которое он предлагал. Мы тебе хочешь дадим деньги, хотим власть, хочешь женщин, хочешь ты сумасшедший, может быть выберем для тебя самых лучших врачей. Пророк саламу отвечает ему. Бисмиллахи рахмани рахим, хамим, 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 танзилу минар рахмани рахим, китабу фуссин от аяту Кур'анан арабия, арабский Кур'ан для знающего народа. Кур'ан отстерегает от наказания, радует райской обители. Большинство людей отвернулись от него и не хотят слушать. И тогда Пророк саламу продолжал читать ему Кур'ан и дошел до аята, где Всевышний Аллаху Субхану Ва Та'ля говорит, «О, Мухаммад, если не отвернуться от тебя, то скажи, я предупредил вас ударом молнии, который был ударен по народу Ада и Самуда, Адитов и Самудитов». Когда он дошел до этого аята, то есть он напугался, спрыгнул, положил двумя руками, закрыл рот Пророка Мухаммада, чтобы он не предождал читать. Он сказал, «Достаточно, достаточно, хватит, остановись, я прошу тебя, не читай дальше». Молния. Они знали историю Адитов, знали историю Самудитов. Молния. Которым Аллах уничтожил Адитов и Самудитов. Фа секкетт, добимо сала Аллаху алейхиссалам. Пророка, сала Аллаху алейхиссалам, замолчал. Перестал читать. Потом Адитов успокоился, убрал руки с уст постановка Аллаха. Пророка, заново начал читать. Продолжал читать. дошел до аята, где есть земной поклон, сделал земной поклон, встал, примерно прочитал три с половиной страницы. Потом поднял голову и сказал, это мой ответ тебе. Уважаемые братья, потом Утбе возвращается к своему народу. Поэтому, когда пришел к своему народу, пророщиты хотели какую-то весть от него получить. Согласился он или нет. Все удивились. Говорят, Валлahi, Утбе вернулся с другим лицом, не с тем лицом, который уходил. Что с ним? Это именно баракат-эль-Куран. Поэтому даже когда пророк Мухаммад, когда его кидали камнями, когда он возвращался, тогда пророщиты, он принес ему виноград. И после того, когда он посидел с пророком Мухаммада, вернулся, те курашиты сказали, Аддас вернулся не тем лицом, которым он пошел, пророку Мухаммаду, тут же и Утбе так же. Тогда курашида говорит, что у тебя Утбе? Смотри, что он говорит. О, люди, о, народ. Клянусь Аллахом, я слышал паэтов. Слышал красноречивых людей. Я слышал колдунов, как они говорят. Слышал предсказателей, как они говорят. Сумасшедших людей тоже слышал. Мы все с вами это слышали. Клянусь Аллахом, он прочитал мне такие слова. Это не колдовство. Это не предсказательство. Это не слова сумасшедшего человека, как мы предполагали. Так описал. Он говорит, клянусь. Величие это. Какие великие эти слова. Какие они сладкие. Какие они плодотворные. Он вызвал эти слова выше всего и ничто не может быть выше над этими словами. И потом сказал. Говорит, о, народ. Клянусь Аллахом, придет время и у этих слов будет положение в обществе. Великое положение. И хакика, это и есть, братья мои. На сегодняшний день Кур'ан великое положение среди людей. В этой дуне и великое положение нашего любимого пророка Мухаммада, саллаху алейху ассалям, чтобы глупцы не хотели сделать с Кур'аном. Кур'ан, он великий. Уважаемые братья, не только люди, даже животные чувствуют Кур'ан. Даже животные получают баракат этого Кур'ана. Уважаемые братья, он великий. Уважаемые братья, родители, ночью, стал читать тахаджуд намаз. Якра сурат и лбака, в биджанибе ибнему Яхья. Клянемута джан фарабата фараси биджанибе. Усейд ихудайр читал ночью тахаджуд намаз читая сурату лбака, в намазе. Рядом с ним лежал его сын, маленький сын, Яхья, и была его лошадь, которую он привязал. Достоверный хадис в Сахиме Бухари. Когда я читал Сурату Аль-Бакара, увидел то, что свет, нур с небес. Потом он начал читать Кур'ан, его конь фази'а, аль-фарас ваджа'алат, ваджа'алатихаракаминан вайси'аран. Когда читал, когда увидел нур, свет в небесах, читал Сурату Аль-Бакара в тахаджуд намазе, вдруг конь начал, то есть получил какую-то паниковать, вздрогнул, прыгал направо-налево. Потом говорит, я перестал читать. Конь перестал прыгать. Потом опять начал читать. Опять этот конь начал прыгать. Я напугался за свой сына Яхья, то, что он может наступить на моего сына, этот конь. Потом уже он закончил тахаджуд намаз, дал салам, и читал утрен намаз за пороком Мухаммадом, саламу алейхи вассалам. И рассказал ему то, что случилось ночью. Фа-каль, сказал ему, Я видел свет в небесах. Когда я читал Кур'ан в тахаджуд намазе, конь начал прыгать. Пророк саламу алейхи вассалам сказал, это ангелы спускались, чтобы послушать чтение твоего Кур'ана. Аллах, субхану, когда мы читаем с вами утренний намаз, ангелы тоже спускаются, чтобы послушать. Аллах, субхану, клянуется утренним чтением Кур'ана. Поистине, на утреннем чтении Кур'ана джамаатам приходят ангелы и слушают, как читается Кур'ан. Это ангелы спустили, слушали чтение Кур'ана. Из-за величия этого Кур'ана, уважаемые дорогие братья. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, знаете историю, когда мусульмане сделали переселение в Эфиопию. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, послал сахабов, примерно 8-6 сахабов, мужчин и женщин. И со стороны Курашитов был на той стороне Абдулла бни Умейя и тоже Абрин Амр бни Ас, в тот момент, когда еще были немусульманами. Тогда они пришли, Амр бни Ас и Абдулла и бни Умейя, поговорили с Наджащей, принесли ему подарки, чтобы он вернул этих сахабов им, отдал им. Тогда они подошли к нему, принесли подарки и сказали, о Наджащи, это наш народ. То есть они противоречат нам, с нами спорили, верни их нам. Эти люди исказили, изменили религию арабов, верни их нам. Они не на нашей религии, то есть не на язычестве, и не на твоей религии, не на христианстве. То есть если были бы на и они остановились у тебя, здесь в Эфиопии, то есть если бы они были бы на нашей религии, ты мог бы сказать, я их защищу, оставлю. Если бы они были на твоей религии, ты бы их оставил у себя. Но они не на нашей, не на твоей религии, верни их нам. Тогда Наджащий сказал, Я никого не могу притеснить Кто ко мне приходит, никто притесненным не уходит И тогда сахабы напугались То, что их сейчас вернут Курайшитам И тогда Кали Нажащи Нажащи обратился к ним К сахабам и сказал Что у вас? С чем вы пришли? Факама Джафара ибн Аби Талиб Двоюрный брат пророка Мухаммада О котором он первый, кто пошел в Эфиопию Пророк еще говорил Джафар похож на меня как внешне И также похож на меня под своим нравственным качеством Двоюрный брат посланник Аллаха Поэтому Абу Хурейр Разделился с Джумхуром И у него свое мнение То, что Абду Хурейр Рассказал лучшие сахабы в Джафар Несмотря на то, что все ученые Абду Бакр И когда уже было открытие Мекки Джафар вернулся уже через много лет С Эфиопии И когда уже было открытие Мекки Когда Хайбар захватили Потом пророк с Аллахом захватил Хайбар И пришел Джафар И пророк с Аллахом сказал Я не знаю, чем больше нравится Радоваться То, что Джафар вернулся к нам Или то, что мы Хайбар захватили Завоевали Хайбар Потом уже через какое-то время Он погиб И Джафар имя Миталиб Раду Аллаху Аня Джафар Тогда обратился он к Джафар Что у вас? Он сказал Аллах послал к нам посланника Мы его знаем Мы знаем его родословню Мы знаем его разум Его религию Тогда Наджащи спросил У вас есть что-то С чем он пришел? Тогда Наджащи сказал Прочитай Уважаемые братья Когда Джафар общался с Наджащи Наджащи эфиопец Арабского языка не знал Он с ним разговаривал Через переводчика А когда он сказал ему Читай Кур'ан Он уже на арабском Начал читать Кур'ан А Наджащи не понимал Смысла Не знал арабского языка Но посмотрите Как Кур'ан Оставляет след на сердце Как сдрагивает сердца Даже по отношению К тем, кто не понимает Арабского языка Он начал читать Сурат Мариам Кафа, ха, я, инсад Дикр рахмати Раббика Абдову Закария Так далее дашал дайата Дикр рахмати Раббика Субхану Ва Та'Алиска Ва векру в китае Мариам Изи انтбезат Мин Ахлия макана шаркия Фаттхаз биндоли Мхжама Фарсална Илайя рухана Фаттамаслянана Бошра сауия Калат Инни Айузу Биррахмани Минка Ин кунта Та'кия Суре Мариам Я смотрел Когда читал на арабском языке Нажащи не понимал Что я читал Нажащи плакал Во время чтения Кур'ана Это величие Кур'ана Даже по отношению Тем, кто не понимает Смысл Кур'ана Когда закончил Перевели ему Кур'ан И потом уже Нажащи Вы знаете То, что он принял Ислам Умер мусульман Также, когда Пророк Мухаммад Послал письмо Хираклю Правителю Рума Когда ему пришло письмо От посланника Аллаха В тот момент Когда было Когда подписали договор Мусульмане С неверующими То, что не будет Среди них войн То есть, когда было Мировое соглашение На какое-то время И вот эти В течение Эти двух лет Пророк Саллаху Делал дарвати Посылал дарвати Правителям Царям И когда пришло Ему письмо Хираклю Сказал Приведите мне Любого человека Из Джазиры Из Персидского залива Тогда пришел Абу Суфиан Еще тогда Он не был Мусульманином И с ним Десять его друзей И Абу Суфиан То есть Хираклю Начал задавать им вопросы Спрашивать Абу Суфиана К чему призывает Мухаммад Вы его До того Как он стал пророком Вы его обвиняли Во лжи Может быть Кто-то из его отцов Был правителем Из его дедушек И ему Абу Суфиан Отвечал на его вопросы Потом просил Говорит Дайте Что он мне там написал Я посмотрю Что мне Мухаммад Написал И Тоже через Мутерджем Через переводчик Ему переводили И он начал читать И там написано Мин Мухаммад Абдиллэхи Урасуле Иля Хиракля Азима Аслим Таслям Ютийка Аллаху Аджарака Марратейн Фаинта Уллэйта Фаинна Аллэйка Исмал Арисийин То есть От Мухаммада Раба Аллаха И посланника Хираклю Правитель Рима Приними ислам Ты спасешься И тебе будет Двойная награда Если ты отвернешься Поистине на тебе Грех Арисийин То есть Музариин Тех людей Которые отвернулись От Муса Алиссалям Тогда После этого Прочитал Аят из Кур'ана Где Проксал Написал О люди Писания Давайте Сойдемся на одно Общее слово Между нами и вами Говорит Аллах Субхану Какое это слово Чтобы мы не поклонялись Никому Кроме Аллаха И чтобы не предавали Аллаху Сотоварищи И чтобы нас Мы одного Не возвышали На другим И не поклонялись Ему Сказал Абу Суфьян Клянусь Аллахом Когда он читал Эти аяты Когда он читал Эти аяты И он не понимает Кур'ан Не понимает арабский язык Подтек Капл Лился Ручейками С его лба То есть вот так вот Кур'ан То есть оставляет Некий такой след Даже по отношению К тем Которые Не понимают Кур'ан Поэтому даже вот К нам Сюда в мечеть Приходит Женщина Одна женщина Приходила Каждый раз Она по четвергам Приходила Не мусульманка Говорит Я хочу Говорит Чтоб вы меня спели Я говорю Что спели Говорит Я говорю Когда хожу Говорит Нигде не могу Находить Говорит Вот это спокойствие В душе Я хочу Чтоб вы меня спели То что вы поете Я говорю Кур'ан Говорит Мы читаем Кур'ан Я читал Кур'ан Поминался Аллах Было в 2012 году В 2012-13 году Постоянно Каждый четверг Как на работу Она сюда проходила Что послушать Говорит Клянусь Богом Она говорит Вот куда не хожу Я нигде Это спокойствие Не получаю То есть у меня Всегда Сразу Мне легко становится День мой хороший И так далее Потом поминался Аллах Она приняла Ислам Поминался Аллах Поэтому Вот так вот Кур'ан Вот такое Аллах Оставляет след Потому что Аллах Знаете Говорит Всевышний Аллах Если мы не спасли Кур'ан На гору Камень Ты увидишь Как он станет Мягким Расколется От богобоязненности А что говорить О человеке Кровь и мясо Только О горах Говорит Всевышний Аллах Если бы мы не спасли Кур'ан На горы Они бы раскололись От богобоязненности Перед Всевышним Аллахом Субханна И последнее Что хотел сказать Также многие Альхамдулля Принимают Альхамдулля Религию Когда видят Научные доказатели Из Кур'ана В тот момент Когда пророк Мухаммад Не мог читать Не мог писать Не было Вот таких технологий Когда шейх Наш шейх Мухаммад Ариф Рассказывал Когда я ездил в Йемен Встретился Там с шейхом Зиндани Зиндани Большой ученый В области науки То есть через Кур'ан Подверждает Некую науку И так далее Был у нас Конгресс В Джидде И приехали Со всего мира Люди Говорили Касательно Новые Какие-то То есть научные Исследования Которые изучали Один профессор Приехал Сейчас не помню То ли с Германии Он сказал То ли с Америки Новые открытия Сделал То что Оказывается Нервное окончание У человека Они на коже Если даже сделали Эксперименты Под микроскопом Если иголку Воткнуть в кожу То боль вся Остается на коже А если дальше Заходит мясо То боль не чувствуется То есть это Новые Тридцать лет назад Только открыли То есть такой Эксперимент Через микроскопы И так далее Чех Зиндани Будучи на этом Заседании Сказал Мы это знаем Еще 1400 лет назад Он говорит Удивился Тогда профессор Говорит Как вы знаете Говорит Откуда вы знаете Это вот недавно Только мы вот Работали над этим Сколько профессоров И так далее Целый университет В Америке То есть Откуда вы это знаете Из слов Из Кур'ана В каком аяте Он говорит Всевышний Аллах Субхану Те кто не поверили В наше знамение Мы их ведем В ад И каждый раз Когда будем Наказывать их Сжигая их кожу Мы будем Заменять эту кожу На другую кожу Для чего? Вот здесь ответ Чтобы они Прочувствовали боль Чтобы они То есть Аллах сказал Боль чувствуется Нервное окончание В коже Тогда он удивился Замолчал Говорит Профессор Пошел Говорит Спросил Вышел Говорит Я смотрю Ухожу Он в коридоре Спрашивает У медсестр Кто знает арабский язык Вы знаете арабский язык Говорит Да Вот такое есть Говорит Да Говорит Это так переводится Говорит Дайте мне перевод Курана Прочитал И так далее Через год Говорит Я приехал Тоже на Конференцию И приехал Другой доктор Профессор Который знает Того И спросил Как его дела Он говорит Он принял Ислам И по милости Аллаха В течение года Он призывал К исламу От него По его призыву Приняло более 500 человек Еще ислам Поэтому Уважаемые братья Можно о Коране Вечно говорить Субханаллах Не насладимся Не насладимся Знаете почему Потому что Имам Шалтайб Рахмалла Сказал Самый лучший Собеседник С которым Не насладишься Не надоест Тебе с ним Собеседовать То есть Бывает Ты когда Выезжаешь В путь Тысячи километров Кого выбираешь С собой Такого человека Помню Когда Саудаск-Аравия За рулем Ехал В Россию Думаю С собой выбрать Близкого брата С которым Пообщаться Оказался Вообще Не разговаривает По дороге Я один Что-то Ему Сдаю вопрос Я говорю Умар Как дела Кушать хочешь Нет Говорю Поговори Что тебе сказать Ты думаешь Семь тысяч километров Саудаск-Аравия В Россию Ехать Такой попался А бывает Хочешь того С кем пообщаться Общие есть Какие-то интересы И так далее То есть Ты берешь Такого Сколько бы Ты не ехал Тысячи километров Ты не сможешь Тебе уже Надоест Все О чем еще Разговаривать Куран Имам Шалтайб Сказал Самый лучший Собеседник Никогда Не надоест Сколько раз Мы сурт Еще больше Хотим читать Правильно И чем больше Ты его читаешь Тем он Красивее Звучит На твоих устах Любое слово Когда ты говоришь Голос устает И уже некрасиво Звучит Кроме Курана Чем ты его Больше читаешь Тем он Больше Поэтому Возвращаясь К началу Того с чем мы начали Уважаемые братья Те глупцы Которые хотят Сжигать Куран Тем самым Думая Что навредят Курану Мы что с вами Поняли То что Куран Не навредит Ему никто Ничто Если все Люди Соберутся И так далее Миллионы Миллионы Хафизов Которые Наизусть Знают Куран И для нас Это еще раз Некий Такие вот Так скажем Некий звонок Чтобы мы с вами Не оставили Куран А еще Больше углублялись Если К нам Братья приходят Некоторые говорят Я хочу Изучать Куран Я говорю Субханал Я в этом Мечатель В 2011 году Я тебя помню В 2011 году Ты приходил ко мне С таким же вопросом До сих пор не читаешь Хочу Начинает Оставляет Хочу Начинает Оставляет Жизнь пройдет Все Он не успеет Когда он будет читать А есть Субханаллах Который Начал уже Хафизом Куран Поэтому Субханаллах Братья мои Куран Мы нуждаемся В нем Посредством Куран Я рафау Аквам Войя дуал Ахарин Посредством Куран Аллах Возвеличивает народы Как сказал Прокус Аллах А других Унижает Прошу Аллах Чтобы Была польза Из того Что мы услышали Чтобы Мы были Из Умматы Куран Из Тех людей Которые живут С Кураном О которых Сказал Прокум Мухаммад Саллах Алейхи Вассалям Ахлюллах Ихасат Это Приближенные Люди К Аллаху И Приближенный Избранный Народ Аллаха И Я Который Сказал Имам Шатаби Фильман Дума Это Элита Судного Дня Они отдельно Будут идти И Элита Судного Дня И Приближенные Люди Чтобы Куран Был Заступником За нас Не против Нас Чтобы Мы Не только Красиво Читали Нараспев Чтобы Понимали Действовали Согласно Куран И Чтобы Аллах Собирал Всегда Нас Вокруг Куран Субтитры Субтитры Семен Продолжение следует...